Девушки отдыхают Есть Это яблоко Я не хочу Что ты делаешь? Яблоко есть не хочу Правда? Железно Что? Что ты делаешь? Ты же не хотел его есть Оно мне нужно было не для еды Есть кое-что и поважнее, чем набить себе брюхо Например, сила воли Слыхал о таком? Для того, чтобы не есть яблоко с помощью силы воли Нужно яблоко А без яблока, простите, и дурак сможет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не хочу есть этот пирог Я не хочу Я думаю, что пирогов для завтрашнего вечера будет вполне достаточно Три пирога до чая, три после Минуточку А где же пирог? Не знаю Не знаю Мне пироги есть нельзя Тем более после семи Я, если ты еще не заметила, худею Худею я Худею Мне нельзя есть пирог Я не хотел его есть А если не хотел, значит и не ел Потому что, когда есть, сила воли Ты говоришь себе, что этот пирог ты не хочешь и ешь Точнее, не ешь Как некрасиво получилось Друг мой импульсивный Я все видел Что случилось? Почему вы не признались? Ты все видел? Сам не знаю, что со мной произошло Я дал себе слово держаться подальше от всяких пирогов И все было в порядке Но этот пирог был предательски соблазнителен Очень, очень соблазнителен был Да пропади пропадом этот пирог Зачем вы соврали? Я думаю, что случилось что-то чрезвычайное И испугался за вас Случилось Оказалось, что я совершенно безвольное животное Как ты думаешь? Легко в этом признаваться Особенно себе Но ты прав Надо рассказать и извиниться перед всеми А может это Скажем, что я всех разыграл Типа юмор такой Как хотите Главное их как-то успокоить А то они думают, что пирог съела существо Из параллельного мира Хорошо Нет, так не пойдет Они могут решить, что это плохая шутка И будут правы Может сделать вид, что вы не могли сразу сказать А сейчас готовы А почему я сразу не мог сказать? Ну, причины, побудившие вас съесть пирог Были философского характера Вы должны были все взвесить и обдумать Прежде чем открыть всем истину Неплохо А зачем я съел пирог? Наверное, потому что вы этого захотели, друг мой Точно Я этого захотел Захотел и сделал Проявил силу воли Нет, не могу Не могу Куда вы, друг мой? Постойте Проявите силу воли Нет, нет, нет Даже не уговаривайте Все очень просто Мы сами испечем такой же пирог И скажем, что он затерялся А мы его нашли А зачем мы Крадемся к Савунье? А из чего вы предлагаете печь пирог? Из вашего шедевра? Сейчас все найдем Что там нужно? Мука, масло, начинка Я не хочу есть этот пирог Я не хочу есть этот пирог Я этот пирог есть не хочу Что вы там бубните? Что такое? Кто здесь? Это я Пришел сказать Что тот пирог Съел Я Браво, друг мой Браво Это признание Ваша победа Это победа Это победа Вашей воли Над обстоятельствами О, дружочек Нервы Это нервы Их надо беречь Они на дороге не валяются Полгода Экспериментов Твоя наука Полная ерунда Чего из-за нее волноваться? Если ты не откроешь какую-нибудь молекулу Ее обязательно откроет кто-нибудь другой А вот если с нервами что-то случится Никто к тебе не придет И не скажет Возьми, дружок Пучок моих нервейших А то кажется У меня лишнее Как я мог перепутать данные? Все Никаких данных Сейчас я тебе дам вкусные таблетки И ты будешь снова как новенький Нет, я тебе дам успокоительный настой Что такое? Пурпурного заката Стояли мы на берегу Невы А знаешь что? Ничто-то хорошо не успокаивает Как музыка Я тебе пропишу курс Музоторапии Ежедневно по три часа Карыч Будет играть тебе что-нибудь полезное Я? Даже не знаю с чего начать Веселить тебе легкомысленными песенками В таком состоянии занятие бесполезное И даже наверняка аморальное Попробуем правильно погрустить Душевно Вечер, поле, огоньки Дальняя дорога А сердце ноет от тоски А на душе тревога Тебе лучше? Вспомнишь разлуку С улыбкою странной Многое вспомнишь Родное далекое Слушая говор колес Непрестанный Глядя задумчиво Как я мог перепутать данные? Глядя задумчиво Небо широкое Как грустно Туманно Кругом Тосклив Безотраден Мой путь А прошлое Кажется Сном Томит Наболевшую Гру Лосяш Тебе лучше? Тебе Правда Лучше Пока он приводил в чувство тебя Он вымотал все свои нервы Он настоящий артист Настоящий Все Никаких песен Сейчас я ему дам вкусных таблеток Да что же это такое? Лосяш Лосяш Ты где? Когда простым И нежным взором Ласкаешь ты Меня, мой друг Необычайным Цветным узором Все Хватит Ты решил меня добить своим пением? Гитару! Ночь светла Над рекой Тихо светит луна И блестит Церебром Голубая Волна Темный лес Там в тиши Изумрудных Ветвей Звонких Песен Своих Не поют Вы что? Совсем что ли уже? Вы время знаете сколько? Я вам вообще петь Запретила Сейчас я вам дам вкусных таблеток И И Всем спать Десять часов Каждый день Сон Очень успокаивает Нервы Вспоминаю Тебя В эту ночь При луне На чужой стороне Милый друг Милый друг Нежный друг Нежный друг Помни ты Обо мне Милый друг Милый друг Милый друг Нежный друг Тебю Милый друг Тебя pray Милый друг Корректор Его Представляешь, у меня кончился валидол Я полезла в аптечку, но валидола не было Там вообще мало что было Посмотрела в тумбочке, потом в шкафу Пошарила в карманах, в сундуки тоже посмотрела Открыла окно, чтобы отдышаться Но забыла, забыла, что у меня уже открыта входная дверь И меня сдуло сквозняком Ты представляешь? О, сколько я? Метров триста летело, да? Триста пятьдесят Сегодня сильный ветер, по радио передавали Ох, надо по почте лекарств новых выписать Тебе заказать что-нибудь? Не надо, дорогучка, я не люблю болеть Предпочитаю профилактику Кхе-хе-хе Кэрич, ты не мог бы помочь усаду? Если я не успею закрепить усе саженцы Этот ветер вырвет их с корня О чем разговор? Дружище, идем Пардон, я забыл компас и зубную щетку А зачем тебе зубная щетка и компас? Для профилактики, дорогой Я не люблю лечить зубы, поэтому чищу их, чтобы они не болели Прости, конечно, а что ты чистишь компасом? Я не слышу тебя! Держись! Держись! Помоги! Держись! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Будет здорово! Режи голову! Голову, sex! Я говорю, компас помогает ориентироваться А можно я брошу эту тяжелую доцку? Ни в коем случае Она тебе тоже нужна для профилактики Точно, для профилактики мокрых ног Хорошо Ничего страшного Ведь есть резиновые собаки Субтитры создавал DimaTorzok Все предугадать невозможно Как ни старайся Ты прав Все невозможно Но что-то заранее все-таки можно предусмотреть Вот ты бы лучше не сидел на холодном камне О, ты взял шарф летом Ты собирался заболеть? Я не люблю болеть Я его взял для тебя Что? Для меня? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Правильно. Здоровее будешь. Совсем нет. Прогулки на свежем воздухе очень хорошая профилактика от... Да практически от всего. Профилактика у него. Меня там весь сад, наверное, унесло. А у него тут прогулки. А этот железный зонт зачем? Ну, с зонтом я, наверное, переборщил. Ну вот от чего, Фор? Что за профилактика? Ну, говори уже. Ну, от метеоритов. Чего? Иногда сверху падают метеориты. И существует вероятность... Ну ты и кадр. Метеориты. А бабы-ёжки на тебя не падают? А вообще? Не знаю, что делать с этим сквозняком. Вставай, дружище. Мы уже близко. Ну, как сказать, метров пятьсот. Все взрослые, которые не могут похвастаться тем, что с каждым годом прыгают выше и бегают быстрее, знают, что день рождения – праздник неоднозначный. Трудно поверить, но иногда его отмечать даже совсем и не хочется. Не хочется никого приглашать. Ну, если только, чтобы все пришли сами. Как бы невзначай. Бараш, холодно! Холодно! Горячо! Горячо! Бараш, холодно! Хе-хе-хе! Попалась! Спокойно! Без рук! Любезный Карыч, Когда ты здесь никому не нужен, то я скоро заберу тебя отсюда. Хочешь ли ты того или нет? Аноним! Эй! Карыч! Карыч! Ты это видел? Любезный Карыч, никому не нужен, заберу тебя, аноним. Какой аноним! Что за дурацкие шутки? Так, поскольку мы выяснили, что никто из нас это написать не мог, возникает справедливый вопрос, кто же все-таки это сделал? Никто не замечал в последнее время ничего странного. Каких-нибудь незнакомцев? А кто такой аноним? Аноним! Это значит некто, пожелавший остаться неизвестным. И может быть, кто угодно. А что я ему сделал-то? Не волнуйся, дружище! Мы тебя никаким анонимом просто так не отдадим! Нет, ну что я ему сделал? Да выяснение личности анонима и его мотивов мы должны обеспечить тебе безопасность. Его намерения забрать тебя, хочешь ли ты того или нет, могут оказаться весьма серьезными. Ну как-то? Пока все чисто. А в кустах? Смотрел. Никаких анонимов. Хм, давай-ка что-нибудь поярче включим, чтобы ни один аноним не проскользил. Поспи, поспи. Я посторожу. Так, у тебя есть какие-нибудь недоброжелатели? Может быть, ты вызывал у кого-нибудь, например, зависть? Спрашиваешь. Разумеется, вызывал. Но недоброжелателей нет. Меня всегда все очень любят. Всегда и все. Иногда, конечно, забывают об этом факте, но... Чего ты там с контактами? Перепад напряжения, что ли? Ага, интересно, интересно. Данная анонимка написана на одном из листков этого календаря. Это означает, что аноним был здесь. У него сюда есть доступ. Отходим ко мне. Быстро! 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 Это на всякий случай. Вдруг меня усыпется... Все будет хорошо. Никакой аноним. Мои галантии. Мы, конечно, понимаем, что в столь напряженный момент опасно предаваться празднику. Но мы все-таки не можем не поздравить нашего любимого Каркарыча. Так, так, закрывай меня ворота! Спасибо, спасибо. Но день рождения у меня был вчера. Почему вчера? Сегодня же десятая. Десятое было вчера. Поздравляем. Да нет, друг мой, сегодня десятое Вы перед этим вырвали в календаре сразу два листка И один день пропустили А я-то, старый дурак, уж подумал, что обо мне все забыли Аноним может прятаться где-то рядом Да нет никакого анонима, это я написал А что вы хотели? Я накрыл стол, сидел, ждал, никто не пришел Мы подарки тебе готовили на сегодня Я же не знал, я думал, что больше никому здесь не нужен Надо было проявить Как ты мог вообще такое подумать? Слушайте, ну ладно, виноват я, виноват Вы, друг мой, не аноним Вы хотите того или нет, кое-что похуже Ну простите меня, простите Пойдемте ко мне праздновать Пин, где мы? Эх, там, где только мы Где нас не найдет, хочешь того или нет Ни один аноним Обещаю Ну, гроссмейстер, ваш ход Опа Вот так вот Да что ж за день такой сегодня? Сплошная невезуха Да брось ты, Карыч Не все ж тебе выигрывать Нет, ну, с самого утра А после обеда сходил по грибам Ну а потом Начался форменный кошмар Шах и мат Похоже, и жизнь мне поставила мат Не говори ерунду Это не ерунда Это полоса невезения Что бы я ни делал Все идет наперекосяк Никогда такого не было Вот Видел? Случайность С кем не бывает? Да говорю же тебе Не случайность Невезение ко мне словно прилипло А давай проверим А теперь-ча у какой руки? Ну, например, в этой Не-а Слышь, Карыч У меня появилась идея Ежели тебе не везет То остальным вокруг тебя должно везти Потому что всю неудачу ты притягиваешь Как мед пчел Мне-то что с этого? Ну, ты можешь приносить пользу окружающим Например? Сейчас объясню Это мне пин сделал Чтоб я на пасеке чувствовал себя совершенно безопасно Ну, только в этом костюмчике ни коленку почесать Ни мед собрать Ну, так вот Выходим, значит, мы с тобой на пасеку Я спокойно обхожу улья Потому что пчелы меня не трогают А летят на тебя, везунчика А ты спокойно стоишь И не нервничаешь Потому что на тебе Этот чудесный зашитный костюмчик Лады? Лады Ой! Лады Ну что, Гагарин? Поехали! Ах ты, ягода маленка Укуси меня, пчела У меня защитный костюмчик У меня защитный костюмчик Он меня защитит от всего У меня за... А? Ай! 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 Отстаньте от меня! Ай! А ты ж ты А я не думал, что в этом костюме Можно так хорошо двигаться Ай! 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 Ребят, вы чего? Вам туда! Туда! Укуси меня, пчела Это я в переносном смысле Фигурально! Ребят, это ошибка Вам нужен не я Ай! Ой, неправильные какие-то оказались Пчелы Пчелы! Пчелы! Где пчелы? Кажется, я заразил тебя своим невезением Ерунда Пойдем Я провожу тебя Ой, злая штука Это полоса невезения И не говори Удивительно, что погода нам благоприятствует Зато потом Когда эта полоса невезения кончится Очень и очень повезет Ой, не знаю, не знаю Если честно То в жизни мне повезло лишь однажды Когда я встретил вас Моих друзей Спасибо, старина Я тебя тоже очень люблю Весной жизнь становится такой сумбурной Такой суетливой Все куда-то движется, движется И не дает тебе ни минуты покоя Чтобы сесть и подумать О чем-нибудь большом и значительном А ведь кое-кому Даже есть кое-что И вспомнить Большое и значительное Проснулись Организм просит движения Приседаем И раз, и два Встаем, встаем, встаем И раз, и два Ай, молодца И раз, и два Дорогая Савунья У нас с вами уже прошло Время тренировок и время побед Позади уже такой опыт поражений Что мы должны дорожить воспоминаниями о них А если мы будем прыгать как сумасшедшие То все воспоминания растрясутся И будет нечего воспоминать Главное Некому Нет, правильно Память, дорогой Каркарыч Есть неотъемлемая часть души Душа Основополагающая часть пуха То есть дух А здоровый дух Как вам известно Живет в здоровом теле Вот прислушайтесь к себе И вы почувствуете Как ваши воспоминания Здоровеют И здоровеют А, левая руля Мы отклонились от фарфатора Нас несет к порогам Полундра Вы что, с ума сошли прыгать весной по лужам? Знаете, кто вы после этого? Кто? Враги Собственному здоровью Ой, у меня сейчас что-то вспомнилось И сразу забылось Я что-то забыл Мы растрясли их Кого растрясли? Что ты забыл, Каркарыч? Каркарыч забыл очень поучительную историю О том, как вредно прыгать по лужам Сейчас он ее вспомнит И поверится опытом Да, сейчас Я что-то помню Прыгать по лужам Он не хочет делиться Жадный Вспоминай Прыгать, прыгать Точно Всю память разнесли Весь накопленный опыт Я так и знал Ты находишься в большой холодной луже Да Ты начинаешь прыгать в холодной луже Да На счет три Ты откроешь глаза И все вспомнишь Раз Да Два Да Три Вспомнил? Вспомнил! Я вспомнил, что рассказывал эту историю Лосяшу Да, помню, помню, что-то было Про лужи Значит, на букву Л Ну? Я все записываю, но Не помню, где же этот Друг мой Напомните мне еще раз О чем там примерно было Я помню, что кто-то там прыгал по лужам А потом Заболел? Вот не помню Но помню, что там был какой-то большой смысл Большой И очень значительный Заболел и получил осложнение Боюсь, что теперь это большое и значительное Мы никогда не узнаем Остался последний способ Вспомнить все Сейчас мы начнем читать вашу память Сосредоточьтесь на прыжках по лужам На этом экране будут мелькать ваши воспоминания Если что-нибудь узнаете, кричите изо всех сил Включаем! Любезный мой О чем вы думаете? Детям это смотреть нельзя Не очень-то и хотелось Вспомнишь тут про лужи, когда в голове такое вот вернется? Перегрузка Я вспомнил Ну, что там? Быстрей, быстрей А то он опять забудет Я вспомнил Это я прыгал по лужам Калич, наверное, что-то перепутал Что может быть большого и значительного? Прыжках по лужам Ну, ёжик Все, никаких прыжков По лужам или не по лужам Большие ёжики не прыгают Карамба! Впереди рифы! Хе-хей! Малундра! Хе-хе-хей! Хоп-хоп! Свистать всех наверх! Ха-ха! Из-за острова настрежен На простор речной волны Как он дальше? Не помню Продолжаем наше представление А теперь Фокус Сраспеливаньем Для следующего номера Мне потребуется пригласить Очаровательную модель Из зала Я! Можно я? Я! О, потрясен вашей смелостью, Мадемуазель Мой ассистент Поможет вам положиться Поудобнее А мне не чуточки Не больно Браво! 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 Сегодня было Замечательное представление Да Замечательное Как в прошлый И в позапрошлый раз Все довольны Разве что кроме меня Маэстро А чем вы недовольны? Хочется верить, Что Каркарыч Великолепный И способен На нечто большее Чем дешевое шарлатанство Давным-давно Жил знаменитый Фокусник По имени Гудини Его связывали Засовывали в мешок После чего Помещали в ящик Потом ящик Обматывали толстыми цепями И подвешивали На веревке Через несколько минут Веревка Обрывалась И ящик падал На пылающие копья А Гудини выходил На сцену Как ни в чем Не бывало Я собираюсь повторить Этот трюк А разве это Не опасно? Еще как опасно Друг мой Пока еще Никому не известно Как великому Гудини Удавалось Проделывать Этот фокус Но мне кажется Я близок К разгадке Как ты думаешь Если бы он тебя распили А что бы будет Как там зал? Питком Такого аншлага У нас давно Не было Ну, мой юный коллега Пора А вы уверены Что действительно Разгадали Секрет Гудини? Мой милый Бараш Ни в чем Никогда Нельзя быть уверенным До конца Мне вас будет Очень Не хватать Спасибо, Бараш У меня никогда Не было лучшего Ассистента А может вы мне Расскажете Секреты Ваших фокусов Ну, на всякий случай А что ты делаешь? Отпусти Нас ждут С третьими Ну, хотя бы Фокус Распили Водием Почтеннейшая публика Сегодня Вашему Искушенному Вниманию Будет представлен Смертельный Номер Я буду связан И помещен в ящик Обвитый цепями И подвешенный Над горящими Кольями Выбраться Из этой непростой Ситуации Мне нужно будет Прежде Чем Остановятся Эти Песочные Чешицы Чешицы Все? Уже можно смотреть? Елки-голки, зачем было нас так пугать? Да уж, ты дал жару Меня чуть Кондратий не хватил Друзья мои, это ведь серьезное искусство Какое-то оно слишком серьезное Ну, знаете ли, разве можно, извините, так наплевательски Относиться к чувствам зрителя? Друзья мои, это всего-навсего фокус Это еще что за фокусы такие? Карыч, я как подумаю, что могло что-то случиться Я просто не могу Минуточку, вам не стоило волноваться Я сейчас все объясню Маэстро, зачем вы сказали всем, что вас даже не было в этом ящике? Я же видел, что вы там были О, да! Теперь старому шарлатану и вправду есть чем гордиться Так зачем же было всех обманывать? Потому что никакие наши победы не стоят переживаний наших близких Им лучше не знать, что мы способны к безумству Но теперь же никто не поверит, что вы раскрыли секрет Гудини Карыч, а ты не покажешь еще раз этот свой фокус с этим, как его, с распиливанием? Он мне так нравится! А почему нет? Кручу-верчу, запутать хочу Двадцать два Гуси-лебеди Пролетаем Олимпийское премия за хорошее зрение Одиннадцать Барабанные палочки Пролетаем Девяносто Дед, сколько ему лет? Когда я был маленьким О, сорок два Я тоже бегал, прыгал, играл в мячик Но когда нужно, я был тише воды, ниже травы Я воспитывал тебя О, а, тринадцать! Партия? Пролетели Все Тихий час Я не могу спать днем У меня природа такая Надо воспитывать свою природу Как же ее воспитывать? Это ж природа! Воспитательный процесс Это, прежде всего, дрессировка Ой, то есть, тренировка Сейчас я хлопну в ладоши Ты примешь горизонтальное положение Закроешь глаза и уснешь Начали! Повторим Итак, повторяю двести тридцать второй раз Лежишь с закрытыми глазами Значит, спишь Спи Получилось Я так отоспался Что теперь и ночью не усну Ага Копатыч, что потерял? Лопату воткнул куда-то и... Что это, Синим? Не знаю Кажется, он спит Крош, крош, крош Что? Что такое? Хе, вот дает, а Кажется, я знаю, в чем дело А что я такого сделал? Я выдростить воспитал У него замечательная способность Может теперь спать И набираться сил, когда захочет Достаточно лечь и закрыть глаза Безусловные рефлексы в норме Открой рот Да в том-то и дело Что никогда захочет А когда рядом что-нибудь хлопнет Не преувеличивай Что? Что такое? Да не будите вы его уже В воспитательном процессе Главное выработать полезные рефлексы Утром делать зарядку Перед сном чистить зубы При встрече всем говорить здрасте И так далее А если ты не хочешь Кому-то говорить здрасте? Если хорошо воспитан Хочешь, не хочешь, а все равно скажешь От рефлексов не убежишь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с ним? Он спит Да это и так понятно А что вы от меня хотите? Слушайте, а что со мной происходит, а? Подожди Ты же у нас самый умный Сделай же с ним что-нибудь Почему я постоянно вырубаюсь? Минуточку Что я могу сделать? Ты у него выработал рефлекс на хлопки Какой рефлекс? У меня рефлекс! Почему я вырубаюсь? Надо его теперь перевоспитать Как? Выработать новый рефлекс Чтобы он на хлопки Не засыпал, а просыпался Ты хлопай, я трясу Может, хватит уже? Ооооose Получилось! 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 Я говорю От люфлексов не уйдешь Получилось! Мы прослушали произведение Людвига Ван Верховина «Ода в радости». То ли что-то не так поднял, то ли что-то застудил. Что ты хочешь? Возраст уже такой. Особо не попрыгаешь. Что значит возраст? Застой. Я не согласен с возрастом. Никогда не буду согласен. Я против. А что мы можем сделать? Не знаю, но я не смирюсь. Я... я... А я найду эликсир молодости. Что? Эликсир молодости? Где ты будешь его искать? Ой, фантазер. Ой, спина. Так что там с эликсиром? Где, говоришь, надо его искать? Вот. Эликсир молодость. Эликсир мод. Тряси. Ну как? Хватит. Здесь написано, что шишка должна быть маленькой и не распустившись. А ты натряс большие и распустившиеся. Погоди. Я заприметил одну. Наклони ветку. Что там дальше? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, семь. Для эликсира нужны зеленые водоросли, а эти такие же синие, как и ты. Сейчас, достану. Погрейся немного, а я погряю. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот болотые дают. Ничего не страшно. Даже в дождь бегают. Долго еще? Нам нужна чашечка горного меда. Будем спускаться, пока не найдем горных пчел. Кажется, я уже нашла. А, раз, на чашечку. О! О! А, раз, раз! О! Чашечка! Пойдемте! 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 Быстрее! Подтяни живот! Следи за дыханием! Раз-два! 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 Ой, ёлки-игулки! Бодрее! Раз-два! 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 Пчёлы! 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 Готово! Пусть остынет! Нет! Каждый миг уносит частичку бытия! Какая дрянь! Ужасная гадость! Интересно, можно ли её разбавлять? Мазать два раза! Утром и вечером! Фу! Это же крем! Крем? Морщины? Это не эликсир молодости! Это название крема от морщин! Ты оказалась права! Мы ничего не можем поделать с возрастом! Я думаю, что и в нашем возрасте есть какие-то плюсы! Ха-ха! Мы просто их ещё не разглядели! А знаешь, почему? Ах, почему? Потому что мы ещё не созрели! Понимаете, друг мой, бильярд, такая игра, важно всё! Знание законов физики и геометрии, точный глазомер, твёрдая рука и крепкие нервы! Чего-то одного не хватает, и вы в этой игре несостоятельны! Но мне нравится, как вы сегодня держите удар! В прошлый раз вы были чересчур эмоциональны, а сегодня молодцом! По вам и не скажешь, что проигрываете в сухую! Если ты не хочешь больше играть, давай закончим! Ни в коем случае! Партия будет доиграна! Так, угол падения равен углу отражения! Тогда так, придаём вращательный импульс и... Хлёсткий удар! Потренировать, что ли, удар громобоя? От трёх бортов свояка! Ну-ка, ну-ка! Ну что же, как видите, даже у меня кое-что иногда не получается! Хм-х-х! Хм-х-х! Хм-х! Превосходно! Превосходно! Хм-х-х-х! Отличный удар! Абсолютно случайный! Но это... Нисколько не умаляет... Хм-х! Бывает же. Два борта в угол. Дуплетом. Второй от борта. Рука заскользнула. Она же должна быть твердой. Но... Удар был? Был. Шар сдвинут? Сдвинут. Коснулся других шаров? Нет. Возвращай один шар. Пожалуйста. Такс. Друг мой, если вы устали, давайте закончим. Ну уж нет. Кажется, дождь собирается. Ха-ха-ха! Ваш свояк выскочил за борт. Пожалуйте, один шар обратно. Ладно. Пошли. А то совсем пробокнем. Надо было раньше, когда я вам предлагал. А теперь мне осталось забить последний гвоздь в эту партию. Так нельзя. Так нельзя. Пацаны, ладно, со стола. Моя партия. Это не удар. Это не считается. Вы меня толкнули. Касание. Было. Было. Гони один шар. Кто-то сегодня говорил про чрезмерную эмоциональность. А? А-а-а. 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 А-а-а-а. 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 Ну все, идем. Это уже не бильярд, а водное поло с палками. Сейчас, сейчас пойдем. Всего один шар до победы. Все, ты промахнулся. Соглашайся на ничью и пойдем. Нет. Бери. У меня нет кия. Держи. Я говорил тебе, хватит. Я предлагал тебе ничью. Он сломался. До удара. У меня остался удар. Ты сломал все кии. Играть больше нечем. Партия будет доиграна. Моя очередь. Он залетел. Я видел. Мой победный шар залетел. Нет. Он не залетел. Он вылетел. Нет. Он влетел. Вылетел. Штраф на стол. А что мы здесь делаем? А, точно не помню. Но согласен на ничью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...